Вы задели планку штрафа по вашему мнению? Ну, заседания прошли феноменально, в прямом смысле этого слова. О чем хотелось бы сказать, вернее, на что хотелось бы сказать. Просто вот вы, как люди, которые наблюдают за этим, мониторят, да может быть, административные правонарушения, обратите внимание, если 82 одинаковых административных правонарушения, по, во всяком случае, материалам их дел, естественно, мы по факту имеем 82 одинаковых судебных заседания. Абсолютно одинаковые. Вследствие чего мы подаем 82 апелляционные жалобы, и в конечном итоге получаем, опять же, 82 абсолютно одинаковых судебных заседания с теми же самыми решениями. Единственное, что, конечно, судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа, что великолепно. Мы в восторге. Напомните, пожалуйста, как зовут ваших подзащитных и какое подозначальное решение суда, в каком регионе? Напарники скажут, я думаю. Так, по самим судам, да, хочу сказать, что ваш курс сегодняшнего дня уже начался старт, это рассмотрение апелляционных жалоб в отношении одиночных пакетов. Сегодня, вот, по данное время состоялось два рассмотрения. Это был Закирьяев Айдер и Аметов Устэм. По самим судам хочу отметить, что судья уже, ну, как по шаблону, да, можем сказать, уже была выработанная тактика. Большинство, можно сказать, практически все ходатайства судья отклонял. И это все дело необоснованно, да, на самом деле. Рубил, как говорится, еще не дав начать слово сказать. Но при этом сторона защиты определенную тактику выработала и подавала ряд ХДТС. Также указывала и акцентировала внимание судьи на незаконность данного возбуждения административного дела. И указывала на то, что административные дела нужно прекратить, так как они основаны на незаконных доказательствах, будь то обзор интернет-ресурсов, будь то экспертиза, которая тоже была сделана незаконно. Но, тем не менее, в конечном итоге мы пришли к тому, что судья оставил в силе решение суда первой инстанции, но, тем не менее, смягчил меру наказания и изменил размер штрафа от 15 на 10 тысяч. Ну, тоже неплохо, да, как бы. Можно, как-то, какие ходатайства вы подавали, то есть экспертиза, свидетель? По факту, из всех поданных ходатайств удовлетворилась лишь фото- и видеофиксация, то аппаратуры сдали заседание суда. То есть нам нашу технику использовать не разрешили. Мы подавали ходатайства на допрос свидетелей, тех, кто в заключении экспертизы подавал, то есть экспертов. Мы хотели допросить, подавали опять же ходатайства на допрос сотрудников, кто заводил протокол о минонарушении. Ну, наши ходатайства не удовлетворили, сказали, что это незаконное обоснование. Что такое законное обоснование, мы в итоге так и не узнали, так как законным обоснованием считали несоответствие в деле. Ну, увы, это было недостаточно законное обоснование, чтобы удовлетворить наши ходатайства. Да, еще, как мне показалось, суд проводил судебное заседание. Ну, можно сказать, наверное, в спешке многие обязательные процессы были упущены. Допустим, если на деле у Мустафы судья хотя бы спросил, то есть нужно зачитывать материалы дела вслух или нет. У нас даже не поинтересовались, вам нужно зачитать материалы дела или нет. Вследствие чего мы не поняли, когда наше заключительное слово, когда мы можем сказать какие-то реплики, грубо говоря. То есть мы сказали два-три слова, нас на этом отрезали, зачитали нам решение суда и до свидания. В принципе, на этом все, спасибо большое. Спасибо огромное. Это, а мы учите пару слов?